Реабилитационному центру для наркозависимых Сологубовка благотворительного фонда Дикане исполнилось три года. В этот день на базе центра был торжественно открыт ресурсный центр по повышению профессиональной компетенции в области социальной реабилитации наркозависимых и алкозависимых, а также состоялся семинар «Введение в проблему наркозависимости». Подробности в нашем следующем сюжете. Очень важно, что на этом приходе в Сологубовке, по сути, начинает формироваться учебно-методический ресурсный центр, который будет иметь значение для метрополии, в первую очередь, а во-вторых, будет иметь значение для всей Русской Православной Церкви, как то место, где можно пройти обучение и пройти стажировку по работе с наркозависимыми. Проблема наркозависимости, безусловно, острая. На семинаре-тренинге церковные светские специалисты учились говорить на понятном друг друга языке. Есть непонимание, а что же является зависимостью. Например, самая общая тема в непонимании – это чувство вины. Если психология и чувство вины – это однозначно негативное явление, с ним надо бороться, оно деструктивное, действует на разрушение личности и так далее, то в православии, ну как покаяние, без чувства вины, возможно. И вот надо договориться о языке, о гласоларии, как раз-таки сегодня мы об этом и говорим, вот чтобы одни и те же термины, они под ними бы, собственно говоря, подразумевались бы одни и те же понятия. На семинаре ставила задача не только терминологии, но и попытка понять лучше зависимого человека. Наша задача сегодня, наверное, такая сквозная – заглянуть за внешний какой-то фасад человека, подхода, да, и обратиться к тому, что внутри. Какие потребности, какая нужда, в чем нуждается человек, в чем нуждается тот, кто пришел к священнику, к специалисту. То есть ли в этом разница, если есть, то какая и в чем. И когда священник не может помочь, и когда специалист не может помочь. Вот эти вот очень тонкие вещи мы пытаемся сегодня прикасаться. А что говорят сами воспитанники о реабилитационном центре? У меня уже много реабилитаций этих было. Ну это как бы, наверное, я думаю и надеюсь, завершается уже такая. Здесь место вообще благодатное. Здесь реабилитационный центр, он как бы на приходе создан, и храм рядом. Мы свои чувства открываем здесь, учимся как бы открывать свои чувства, чтобы в себе ничего не держать. И вот все говорят, что для каждого здесь воспитанника – это благодатное состояние молитвы. Тем более мы почти всегда с батюшкой молимся в храме. И я не думаю, что кого-то заставлять или там кто-то не… ну, через силу. По словам духовника реабилитационного центра Протеерия Александра Захарова, воспитанники все разные, но заметно, как они меняются с Божьей помощью.